Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет про регулировку фар. Тема этого выпуска родилась у меня, когда я вечером ехал домой и навстречу попались пара-тройку любителей не регулировать фары или не смотреть за их регулировкой. Я его решил разделить на две части, теоретическую и практическую. В теоретической части я расскажу, как должны быть отрегулированы фары и как не должны быть. А в практической я покажу, как отрегулировать фары без прибора, либо как проверить работу мастера, если вы заезжаете на станцию техотслуживания для регулировки фар. Итак, немного теории. Смотрите, есть дорога, есть фары. Для того, чтобы мы хоть что-то увидели на этой дороге, необходимо, чтобы свет наших фар упал на дорогу, отразился от дорожного покрытия и попал нам обратно в глаз. Это вот очень важный момент. Пожалуйста, запомните. Какие случаи бывают при регулировке фар? Первый, самый стрёмный случай, это когда луч света от фар имеет не наклон к дороге, а имеет наоборот наклон от дороги. То есть фары отрегулированы так, что свет уходит вверх. То есть этот свет никогда не может попасть на дорогу. Он будет светить только в ёлке соседней галактике. И когда-то через много миллионов лет, возможно, он отразится, если вы будете стоять на этом месте, он вернётся вам в глаз. Но не на дорогу. То есть это самый плохой случай. Плюс при такой регулировке вы банально слепите просто встречных водителей. То есть никакая часть светового пучка не выпадает непосредственно на дорогу. Это самый плохой случай. Второй случай. Когда фары наоборот отрегулированы так, что свет идёт под слишком большим углом к полотну дороги. То есть наклон слишком большой. В этом случае дорога будет освещена идеально. Встречные вы слепить не будете. Но при возрастании скорости дистанция, которая будет освещена вашими фарами, она будет меньше, чем тормозной путь вашего автомобиля. Тормозной путь плюс время реакции. И вам ехать будет некомфортно после определённого порога скорости. Это тоже неправильная регулировка. Она хороша для встречных, но для вас она является не самой лучшей. Есть третий вариант регулировки, когда луч от фар направлен параллельно дороге, ровно параллельно, то есть он и не уходит в космос, и не идёт на дорогу. В таком случае большая часть этого пучка просто рассеивается. То есть он проходит определённое количество времени, и под действием атмосферы воздуха постепенно рассеивается, не попадая на дорогу. Это тоже неправильная регулировка. Правильная регулировка это та, которая позволяет кучку света находиться под определённым, чётко заданным производителем автомобиля углом к дороге, для того, чтобы не слепить встречных водителей, поскольку кучок идёт с наклоном, то есть он весь идёт на дорогу в конечном итоге. и иметь достаточное освещенное пространство для того, чтобы это пространство было больше, чем тормозной путь автомобиля. Как отрегулировать фары? Вот в этом последнем, самом правильном случае, я вам сейчас и расскажу. Итак, ребят, смотрите, что нам надо для регулировки. Ровная площадка 5 метров, чтобы было до экрана, до стены какой-нибудь. Единственное, ещё раз повторюсь, площадка должна быть ровная. И вот здесь для наглядности, чтобы не рисовать на этой стене либо на экране кучу линий, я поставил лазерный уровень. Вот, выставил его так, что он попадает у меня ровно посередине линзы. Ну, у вас, соответственно, он будет попадать в центр фары. То есть, вот здесь будет у вас точка. И проведите с помощью лазерного уровня через эту точку линию горизонтальную. Она вам покажет горизонталь, выше которой... Сейчас я выключу свет, будет более видно. Эта линия покажет вам горизонталь, выше которой ваши фары ни в коем случае не должны уходить. Если они будут выше, значит свет от этих фар уже никогда не попадет на дорогу, а уйдет выше. Для наглядности, я опять же повторю, сделал это с помощью лазерного уровня. Хотя вы можете замерить расстояние рулеткой от фара до пола и то же самое расстояние отметить на экране. Итак, смотрите, мы выставили лазерный уровень, как я и сказал, по центру фары. И теперь... Включаем свет. И таким образом можно визуально проверить, куда светят ваши фары. Самое главное, чтобы они светили ниже. Величина, насколько ниже должны светить ваши фары относительно вот этой линии, указана на ваших фарах. То есть, она указана в процентах. Смотрите. Вот, найдите на ваших фарах такой значок. На нем будет указана величина угла наклона луча. Если она обозначается в процентах. То есть, у кого-то будет 1,3, у кого-то будет 1,5, у кого-то будет 1. Что значит 1 процент? 1 процент это очень просто. Это значит, что на 5 метрах, вот здесь вот расстояние от экрана до автомобиля 5 метров. Падение луча должно составить 5 сантиметров. То есть, разница между вот этим лучом и вот этим должна быть 5 сантиметров. Если у вас фары светят выше или вровень, то это неправильная регулировка. Так, ребят, смотрите. Сейчас я покажу, вот что бывает при неправильной регулировке. То есть, я намеренно выкручу вот фару выше, чем вот эта линия. Сейчас я постараюсь подойти и показать. То есть, вот она опять линия, вот фара куда светит. То есть, при таком раскладе свет уже никогда не попадет на дорогу и вы от этого света толку никакого на дороге не увидите. Это вот первый вариант, который я рассказывал, когда фары слепят с трещин. С такой регулировкой ездить недопустимо. Это просто опасно для вас. И вот, сейчас я покажу обратный вариант, когда фары светят слишком низко. Это допустим вот так вот. Тогда весь свет безусловно пойдет на дорогу, но величина освещенного вот этого участка дороги будет мала, как я уже сказал. С таким вариантом тоже лучше не ездить. Вот я сейчас покажу третий вариант. Вот. когда луч света будет как бы скользить над дорогой, над дорогой, и основная часть света, а именно вот эта часть, она просто рассеется, не дойдя до дороги, потому что угол наклона луча будет слишком мал. То есть дорога будет освещаться только частью светового пучка, вот этой, то есть нижней. здесь интенсивность света, если можете, вы даже, я думаю, что это видите, что вот здесь она гораздо больше, чем вот здесь. То есть в таком случае дорога тоже будет освещена значительно хуже, чем могла бы быть освещена при правильной регулировке. и сейчас я обратно восстановлю примерно правильную регулировку. Вот примерно вот так вот. Она должна быть где-то на 5 сантиметров ниже горизонтальной линии. Так, ну смотрите, надеюсь, с регулировкой без прибора все должно быть вам понятно, но вкратце еще раз повторюсь, расстояние от земли до фары, либо лазерный я его убрал уже этот, лазерный уровень и смотрим на мельчину в процентах, которые у вас указаны на фаре. Если 1%, то на 5 метров это будет 5 сантиметров. Если хотите не на 5 метров, а на 10 метров, пожалуйста, у вас будет тогда не 5 сантиметров ниже горизонтали, а уже 10 сантиметров. Если хотите на 5, то 1% это, соответственно, 5 сантиметров. Вот. И расстояние между центрами фар равно расстоянию между галками. Галки не должны ни сходиться, ни расходиться.